Ребят, вы тоже заметили, что с того дня, как в мире началась вот эта вся чёрная заварушка, на небе в Москве и в Московской области перестали появляться облака. Я не знаю, может быть, в других городах России тоже так, но вот серьёзно, обычно я всё время смотрела в окно, и там всё было серое, а сейчас уже две недели подряд держится просто голубое небо без единого облачка. Неужели это из-за того, что перестали летать самолёты? Это что же получается? Все облака делали самолёты, а не небесные силы природы? Ну и вот, сегодня я снова проснулась, и там опять красивое голубое чистое небо, поэтому я решила со своими подругами сегодня поехать и встретить закат в очень красивое и необычное место. Кстати, забыла сказать, меня зовут Саша, всем привет, и давайте начинать! Блин, как можно было в том месте, где должен быть красивый вид из окна, и сделать такой ужасный переход. Не видно же никакой Москвы-сити не видно. Короче, я уже приехала. Здесь очень красиво, но сильный ветер. Если вы вдруг меня спросите, хотела бы я жить в Москве-сити, то мой ответ нет. Мне кажется, это вообще одно из самых ужасных мест, где можно жить. Во-первых, мне не нравится местоположение Москвы-сити, я не знаю почему, но это один из моих самых нелюбимых районов. Во-вторых, меня очень бесит метро. Это вообще самое ужасное метро во всей Москве, потому что здесь на одних рельсах приезжает два поезда, и один поезд едет на одну ветку, другой на другую. В общем-то, случайно можешь уехать не туда, и там вообще очень сложно с этим разбираться. В-третьих, здесь жуткие пробки, причем не только на дорогах, но и среди людей, так как здесь миллионы людей бегут на работу в офисы, они занимают все лифты и эскалаторы, и это по утрам не очень удобно. А еще я читала в интернете, что люди могут полчаса ждать, пока к ним приедет лидер. Но не знаю, насколько это правда. Короче, чистая линия на 89 этаже открыла фабрику мороженого. Ну, кстати, я не знаю, она ее сейчас открыла, или она уже давно там есть. Ну, просто я только недавно ее узнала. Так вот, и там можно пробовать неограниченное количество мороженого. Я купила билет в Акушкинской карте, он стоил 1700 рублей. В общем, беру вас с собой, покажу, что входит в эту стоимость. Так вот красиво. Это вот как выглядит боль. Боль выглядит вот так вот. Мы специально пришли вечером, чтобы встретить закат. И вот он. Ребят, смотрите, как прикольно. Здесь собрали коллекцию упаковок от мороженого, которые были в СССР. И здесь про каждую упаковку можно почитать, с каким вкусом было это мороженое. Томатное мороженое. Томатное? Почему-то мне кажется, что моя мама его любила бы. Кто-нибудь когда-нибудь пробовал вообще томатное мороженое? Если вы пробовали, напишите, вкусное оно или не очень. Здесь можно подглядывать, как делают мороженое. Смотрите, вон едут рожки. Точнее, не рожки, а стаканчики. Мы сейчас возьмем себе парочку мороженых и пойдем смотреть на красивый вид из окна. Здесь было всего 4 вида мороженого. Крем-брюле, ванильное, радуга и шоколадное. Кстати, меня это очень расстроило, потому что я думала, что там будет большой выбор разных вкусов. Потому что в самом кафе чистая линия, там больше 20 видов мороженого. И мятное, и с яблочным штруделем, и каких только нету. И мне казалось, что можно будет попробовать каждое. Но всего лишь 4 вида. И причем самые обычные, классические. Помимо мороженого, здесь еще раздают шоколадки и орешки. Также в неограниченном количестве. Но обязательно возьмите с собой воду, потому что здесь она не продается. Видимо, они не хотят, чтобы вы съели все мороженое. Ведь его можно есть в неограниченном количестве. Мы с девочками съели по 2,5 мороженого, потому что больше в нас просто не лезло, так как было очень сладко. Здесь показывали короткий фильм о том, как строилась Москва. Но здесь почему-то в кинотеатре нету стульев, и мы сидим на полу. Большое поселение. Приди ко мне, братья, в Москов. Этой фразой Юрий Долгорукий... Рядом с кинотеатром здесь есть еще вот такой магазинчик с всякими московскими сувенирами. Мы объелись мороженого и уже собирались уходить, как вдруг здесь начался мастер-класс по созданию бомбочки для ванны. И да, я тоже не очень поняла, при чем тут бомбочки для ванны и мороженое. Это сухое молоко. Привет. Всем привет. Мы делаем самую лучшую бомбочку для ванны в мире. Мы делаем бомбочку для ванны. Я решила сделать ее со вкусом сакуры, а мои подружки сделали со вкусом мужских духов. Это происходит ароматизм. А бомбочки для ванны. Сейчас я еду по торту. Мне кажется, вы жаритесь. Прямо бомбочку. Вот сюда же. Да. Давай, поедем. И делайте только с чего будет. Короче, вот такие дела. В общем, мой отзыв по поводу этой фабрики мороженого. Все очень красиво, прикольно, классно, интересно, но я считаю, что билет стоит очень дорого. Все-таки 1700 рублей, мне кажется, это слишком завышенная цена для этого мероприятия. А еще меня очень расстроил маленький выбор вкусов мороженого. Мне почему-то представлялось, что нам дадут такие тарелочки, в которые можно будет положить несколько маленьких шариков с разными необычными вкусами. Но тут оказались только классические варианты. Кстати, вот это радужное мороженое, оно на вкус как обычное ванильное. Так что можно сказать, что здесь вообще было всего три вкуса. Шоколадный, крем-бюле и ванильный. Потому что этот цветной рожок, он ничем не отличается от ванильного. Но хочу отметить, что само мороженое было очень свежим, а вот этот вот вафельный рожок хрустел и таял во рту. Прям чувствуется, что его только что при тебе сделали. В общем, вот такой получился маленький влог. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Не забывайте подписываться на мои социальные сети, потому что у меня только самое интересное.